Законопроект, предусматривающий расширение списка случаев для предоставления земельных территорий без проведения торгов, обсудили депутаты окружного парламента. Проект вносит дополнение в одной из статей действующего закона, согласно которым земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, либо земельный участок, государственная собственность, на которой не разграничена, предоставляется в аренду юридическому лицу без проведения торгов на определенных условиях. В случае размещения на арендуемом земельном участке объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, если они соответствуют приоритетам и целям, определенным в прогнозах, программах социально-экономического развития, государственных программах округа. Кроме того, нововведения предусматривают возможность предоставления земельных участков в аренду, в том числе и для реализации масштабных инвестиционных проектов в случае, если такие проекты предполагают строительство каких-либо из следующих объектов. Это объекты, размещение которых позволит значительно увеличить количество рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого они размещаются, но не менее чем на 5 рабочих мест в поселении, не менее чем на 15 рабочих мест в городском округе. Объекты, размещение которых позволит значительно увеличить ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального образования, но не менее чем на 100 тысяч рублей. Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, жилые помещения специализированного жилищного фонда или предоставляемые по договорам социального найма гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций. Сети связи и сооружения связи, обеспечивающие организацию связи и доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет. Порядок определения соответствия объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов данным критерием администрации Неницкого округа. По итогам обсуждения парламентарии предложили вынести проект закона на рассмотрение комитета с рекомендацией принять во втором окончательном чтении на очередной парламентской сессии.